Всем привет! Привет, с вами Игорь, и мы начинаем проходить Darksiders 1, это первая часть эпичной такой игры, вторая, конечно, не удалась, мне лично не понравилась, так как в ней было много загадок, но первая, она будет побрутальней, ну и получше, естественно, так как большинству игрокам понравилась именно первая часть. Так как я обещал, вот я и выполняю свои обещания, я начинаю проходить Darksiders, давайте новая игра, начнем, в принципе, не вижу смысла ставить нормальный уровень сложности, давайте на низ, но это, собственно, наши сады и собственные персонажи. Так, куда идти? Куда мы пока мы с ними не разберемся, никуда мы не пойдем? Ух ты! ПВП Иди сюда Всё везде, ё-моё, как бы сказать, всё везде взрывается, это идёт порядка. И ещё, как... Вижу, справа служила! Да-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Что происходит? Все, они меня лишили. Мои способности. Куда этот чувак идёт? Походу, нас с ним познакомят. Я не знаю, как это зовут, точнее не помню. Убрал я в этой игре давно. Так, он устроен судьбой. А как надо с ментами разбавляться? Так, он куда-то идёт? Накуда. Эээ. Чудак у меня. Блин, они ЛКП отнимают. Что это ещё? Ага, это у нас типа служит небольшим, грубо сказать, тросом, по которому можно просто подбираться наверх. Человек пол. Теперь нам наверх. Ура, не успел с ним сразиться так. Так, куда? Вдоль канатов каких-то. Ага, вот это походу. Так, назад пути нету. Есть только путь вперёд. Вот это уже напоминает God of War. Вообще, God of War напоминает с первых минут игра. Очень сильно, когда я начинал играть, именно в первую часть свою очередную игру. Но, в целом, играю в миске. И в этой кризисе свои преимущества на God of War. И поэтому, она всё-таки имеет отличия. Просто они немного подобны. Так, идём дальше. Куда-то спуск. В принципе, того, что наш герой упадёт, разобьётся. Можно не бояться. Смотрите, этот герой почти как эта дверь. О-о-о-о-о. Конечно, тут у него так динамика есть, по сравнению со второй частью. оружие подойдет а ведь да Сразу видно обликальность игры, так, куда нам тут дальше идти, вперед И то щас тут все завалив Сначала как у прототипа реально, так посмотришь Так, как ее кинуть? А как воспользоваться? Вот локация у нас есть в общее время игры, советы А как использовать? ХП Использовать, что восстановить? Не знаю Агафика немного, конечно, устарела, но во второй части не дали плохо Агафика Агафика Не может быть, Авадон Что происходит? Где мои братья? Может быть, последняя печать? Агафика Господин Как же это возможно? Седьмая Печать не была сломана! Абадон! Во имя Небес, что же ты натворил? Я откликнулся на сон. Так, вот этот у нас первый босс. Блин, это у нас мало ТП как-то остановиться. Немного непонятно. Стоит все на кнопке пережать. Так, он подойдет к нему. Будем туда самосыдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТЕКП а надо было приятно Так вот там аркаса. Вот это просто, наверное, два прыжка. Что ж такое? Так, нема тут машин, да? Вдень, пока он будет кидать. Отлично, спасибо за доставку. Ну, не нравится, да? А, вот я прыгну, но не так, как надо. Ехо! Сейчас подворачиваем, но прыгаем. Ты давай, не дыши. Все. Все. Что такое? Опять этот звон. Закон. Растоптан. Ты в садик. А вот это тоже напоминает Good War 2. Когда статуя эта взяла, рата стоит. Чуть не поломала на церкви. Зов ещё не прозвучал, и всё же разрушитель вывел свои войска, и ты был под его чёрным знаменем, если верить словам. К чёрту лживые слова. Печати были сломаны, я явился на зов. Тогда где были остальные всадники? Почему они не явились на зов? Семь печатей сокрыты, как и были сокрыты со дня заключения мира. Вечность назад. Они не тронуты. Никакого зова не было. Ты помог стороне тьмы, нарушил священный договор, чем погубил мир людей, и нарушил равновесие. Смеешь ли ты отрицать это? Когда явился я, небеса и ад уже вступили в бой. Авадон был там. Он знал, что происходит. Авадон погиб, сражаясь с хаосом, разразившимся по твоей вине. Я сражался с демонами даже лишённых сил, и всё же вы вините меня! Твоё поражение тебя не оправдывает. Надо полагать, разрушитель использовал тебя и отвернулся. Ты преступил закон, всадник! Ты будешь наказан! Я служу только совету. Только равновесию. Никогда не было иначе. Отправьте меня назад! Я покараю тех, кто виновен! Что? И как же ты надеешься одолеть армии разрушителя? Ты же бессилен! Тогда я погибну, и руками демонов будет исполнен ваш приговор. Так тому и быть. Ты вернёшься на землю. Но за тобой будут следить. Подойди. Наблюдатель последует за тобой. Он убедится в твоей верности. Ты не предашь, иначе я сниму с тебя кожу. Довольно! Восстань, война, и возьми оружие! И так, всадника зовут Война, как мы разобрались. Теперь нам надо взять оружие. Так, не понял. Где оно? Вот он клинок, который надо взять. Насколько я помню, сейчас нам дадут сразиться с монстрами для такого небольшого туториала. Пожиратель хаоса. Легендарный меч войны. Так, подземные клинки. То, что-то наподобие овердрайва. Да, овердрайв. Убивая монстров, я думаю, мы это зарабатываем. Вот и способность. Так, что делать? Дай пить. Золото, здоровье и ярость. Ну, здоровье это, естественно, зеленая душа. Дай пить равно по имени Вульгрий. Его услуги немногим по карману, но вдруг ты преуспеешь. Совет нынче договаривается и с демонами. С начала войны некоторые из демонов попали у разрушителя. Вульгрий в один из таких изгоев. И он давно искал возможность встретиться с нами. Давно ли я нахожусь здесь? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Похоже, мы самую малость сбились с пути. Не спеши, всадник. Я разъясню тебе основные правила Пока все не закончится, ты пес на поводке Я говорю лаять, ты лаешь И если я решу тебя пнуть, не вздумай скалить на меня зубы Это ясно? Или мне разучить с тобой команду умри? Хороший мальчик Так, отель Серафим, но я так понял, мы в городе Найти демона Мульгрима Давайте попытаемся его найти Это что не похоже на отель, это больше стоянка Может это обход отель, там принципе есть стоянка Пойди Так, а вы можете Ну вот дальше пошел принц Персии Первые зомби О, нас встречают Война Почему бы тебе не представиться Война все будут еще вопрос не будет так а тут тупик так у нас есть еще способности это я так понял взрывающиеся демоны свечение рукавицы рядом с предметами которые можно использовать как двери или сундуки рука светится на них по которой нам говорили шахты лифты уже внизу а дальше значит надо наверх подумал совсем вниз что ли значит сюда они нифига не пойму залазим дальше а вот внизу внизу вот это что пришли а вот это сверху ты блин я не заметил даже всегда встречает вот это такие фабры они взрываются в принципе не сильно но если оказывать не гранит то урон я думаю будет приличный а рука вроде как не светится сундучки я за ними скучал а а а а а а а а то есть видите тут сразу он берет так с руки и бах и сундук открылся а в той части насколько я помню а надо было сжать кнопку несколько раз чтоб смерть открыл сундук так сдвигать предметы и попашки первые головоломки ну не совсем что похоже на так сдвигать походу в ту сторону нам придется что путь его никак нельзя вроде как только двигать так идёт быстрее намного в году варе такого не было на быстрого перемещения по канатам сдавал у нас падал вот что вот вот у нас кажется что Кратос сильнее усадника ну а там не знаю конечно если к Мортал комбат Кратоса и усадника добавили то вообще было жестко ну Кратоса добавили и Мортал комбат и что я заговорился и в принципе там еще кого то добавляли не только Кратоса но сами тоже на бамбе если дается цепи либо добавили на все прожать было так так сажать все как и дальше ums чё ты там написано было Держите. А, смотрите, опушка есть. Я смотрела, опушка воспользовалась. Не хлопал, давай. Брутально, брутально. Так. Ой, можно идти дальше. Оп, все заваривалось. В принципе, давайте на этом закончим. С вами был Игорь. Надеюсь, вам мой сбой понравился. Всем иначе на дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok